Не плачь по мне, Аргентина. Или почему российских беременных женщин не пропускают в страну? Все кроме самолетов. Итоги очередной встречи в формате Рамштайн в Брюсселе. Ядерные ракеты на готове. Что на самом деле задумал Путин и смогут ли ему противостоять западные страны? Санкции провалились? Сможет ли Россия пережить текущий финансовый год? А также почему венгерский министр поехал в Беларусь договариваться о мире? И значит ли это, что западная коалиция трещит по швам? Здравствуйте, меня зовут Владимир Унец. Обо всем этом и многом другом. Прямо сейчас смотрите сами. В преддверии Рамштайна Россия подняла в воздух самолеты судного дня. Это такие воздушные командные пункты, с которых Путин может руководить страной и войсками в случае ядерной войны. 14 февраля в российском воздушном пространстве заметили сразу четыре самолета, находящихся в ведении аппарата Министерства обороны Российской Федерации. Два из них принадлежат воздушным пунктам Ту-214ПУ СБУС, один Ту-214ОН. Как известно, два Ту-154 взлетели из аэродрома Чкаловский в Москве в направлении Архангельска. Однако через некоторое время они вернулись назад. Такая игра мускулами перед носом у западных стран. Но это еще не все. В тот же день российские корабли впервые за последние 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту. Об этом сообщила разведка Норвегии. А такое, отмечают в ведомстве, любили делать в советские времена. И это отнюдь немирный сигнал миру. А еще прокремлевские телеграм-каналы сообщили о том, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Баренцева и Норвежского морей. И даже опубликовали видео. Смотрите сами. Субтитры создавал DimaTorzok При этом отмечают, что сам кремлевский диктатор из соображений безопасности в последнее время передвигается между своими резиденциями исключительно на бронепоезде стоимостью более миллиарда рублей. В отличие от самолетов, поезд сложнее отследить, поскольку сервисов для трекинга пассажирских поездов в режиме реального времени не существует. Кроме того, две резиденции главы Кремля, куда он наведывается, расположены на побережье Черного моря, где полеты ограничены из-за войны. Итак, что же это все? Что все может это означать на самом деле? Неужели есть угроза для жизни Путина? Или он снова задумался, а не нанести ли ему ядерный удар? А что может стать целью? Киев, Вашингтон, Лондон? Сразу скажу. Скорее всего, нет. Это не мои предположения, это оценка сразу нескольких разведывательных управлений разных стран. Эксперты говорят, что все это демонстрация силы в преддверии важных встреч, когда у Украины есть все шансы получить еще больше западного оружия и боеприпасов. Брюссель и Мюнхен. Два европейских города, где на прошлой неделе произошли два очень знаковых события. События, которые определяют ход войны в Украине. Ну и в конечном счете ее исход. Без преувеличения. Но давайте обо всем по порядку. Итак, Брюссель. Штаб-квартира НАТО здесь, в самом сердце самого большого на планете военного блока, встречаются министры обороны стран-участниц. Сюда же прибывает глава военного ведомства Украины Алексей Резников. Он проведет встречу в формате «Рамштайн». Ту, где западные партнеры Киева определяют, какое оружие получит украинская армия для сдерживания российской агрессии. Резников перед этой встречей показывает журналистам платок из нагрудного кармана. На нем изображены западные истребители. О необходимости передать стране западные истребители F-16 украинское руководство говорит уже не первый месяц. Эта тема была главной и во время визита Владимира Зеленского в Великобританию. После чего Киев начал выражать сдержанный оптимизм в самолетном вопросе. Но самолетов тогда так и не дали. Администрация Байдена, по сообщениям американских СМИ, серьезно рассматривает этот вопрос, но сдерживается. Но, может, все изменилось во время брюссельского «Рамштайна»? Американский же министр обороны Ллойд Остин вышел к прессе с коротким сообщением. У меня нет новостей касательно самолетов. Что касается проблемы самолетов, у меня нет новостей о самолетах, которые я могу сообщить сегодня. Мы дальше будем работать с Украиной над удовлетворением ее наиболее острых нужд. Они рассматривают возможность наступательной операции весной, и это уже через несколько недель. Так что у нас много работы. Но все ли так плохо? Сможет ли Киев дальше противостоять России? Давайте все самые свежие подробности этой встречи узнаем у ее непосредственного участника. Мой гость сегодня – министр обороны Украины Алексей Резников. Здравствуйте, Алексей. Спасибо за то, что уделили время. Скажите, как вы в целом оцениваете очередной «Рамштайн»? Чего удалось добиться? Полезная такая насыщенная встреча. Два дня и немного третьего. Дело в том, что, по сути, антикремлевская коалиция уже состоит из 54 стран. Столько делегаций было во время встречи сначала на полях Рамштайна. А поскольку это происходило в Брюсселе, то кроме встречи в рамках Рамштайна, там еще была встреча министров обороны стран НАТО. То есть, если на Рамштайне председательствует Ллойд Остин, министр обороны США, то на встрече министров обороны председательствует генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Там все его заместители присутствуют. Это тоже была большая такая встреча. Украина была приглашена в качестве гостя на почетном месте. И вот мы продолжили нашу работу. Кроме того, были двусторонние встречи, очень много, на которых мы обсуждали детали поставок оружия для нас. Детали имеются в виду какие? Не только сам факт, о котором уже всем известно, а детали учебных программ, по которым наши ребята и девчонки поехали или поедут. Обеспечение запчастями, ремонт, возобновление, инженеры, обслуживание и взаимодействие. Кроме того, был у нас так называемый танковый ланч, когда мы собрались, страны, которые согласились дать танки для нас. Ну, ланч — это условно, мы так называли. Там был только кофе и водичка. Это просто было во время ланча, поэтому мы так называли. Председательствовали там Борис Писториус, это министр обороны Германии, Мариус Блащак, министр обороны Польши, и я, то есть мы втроем. Лидерство было инициировано нами с Мариусом Блащаком. Потом присоединился немецкий министр. Было 16 стран на этой встрече, 17-я Украина в моем лице. То есть цифра такая тоже впечатляющая. Соответственно, у меня уже есть понимание, что и когда будет по подготовке наших танковых экипажей. И когда танковые батальоны уже будут готовы для использования в соответствии с решениями и задумками нашего генерального штаба. Я очень доволен. Если кто-то думает, что есть синдром усталости от Украины, от войны, то это не так. Наши партнеры настроены очень, очень, подчеркиваю, очень решительно. Настроены на нашу победу. Это абсолютно иные настроения, чем год назад, когда нам давали три дня на то, что падет столица, и три недели максимум на то, что падет вся страна. И что, вероятно, где-то там будут какие-то отдельные боевые действия. То сегодня все верят в победы Украины. Все желают этой победы. Теперь все понимают, очень четко видят, что эту российскую, так называемую вторую армию мира, очень легко, ну не легко, а реалистично сдержать и победить. И мы это доказали всему миру. И поэтому весь мир воодушевляется героизмом наших защитников и защитниц, гражданских, всех, всех украинцев. И они хотят быть соавторами нашей с вами победы. Перед встречей с вашими коллегами вы показали журналистам носовой платок с изображением самолетов. Почему крылья Украине пока не дают? Я так полушутя, на самом деле серьезно, когда все это началось, осознавая, как гражданский человек, который пришел на должность за два с половиной месяца до начала этой войны, начал разбираться и понял, что у нас вооружение – это бывшее советское оружие, немного украинского современного. Как стугна, нептун, корсар и так далее. А все остальное – это, по сути, старое советское. То я понимал, что нам для полной победы нужно западное оружие. Я составил себе такой виш-лист, перечень потребностей, конечно, с экспертами, с военными. Я его называю виш-лист для Санты. В нем было много чего важного. В нем сначала была артиллерия 155-го калибра, потом МЛРС – система залпового огня. В том числе и Хаймерсы, в том числе бронированные машины класса Брэдли, Мардер, Страйкеры и так далее. В том числе и танки, тяжелые. В том числе и противокорабельные комплексы, как Гарпун. И, конечно же, самолеты. А, ну, конечно, системы ПВО, такие как Насамсы, Ирисы, Патриоты и так далее. У нас все это уже есть. На этом всем мы уже или воюем, или защищаем свои дома, или учимся. Самолеты, по сути, это уже завершение этого списка. Самолет – это авиационная платформа, очень сложная, которая требует внимания, ухода, обслуживания, сети и подготовки летчиков, подготовки техников, подготовки диспетчеров, инженеров и взаимодействия. То есть это платформа, которая способна на себе нести определенное количество ракет, радаров, авионики, которые нужно уметь пользоваться. Поэтому я точно не то что думаю, я точно знаю, что у нас будут современные самолеты. Но наши партнеры, они абсолютно разумно и прагматично подходят к принятию решений, когда нам давать какое-то оружие. Они сначала оценивают свои запасы на складах, могут ли они нам дать, в каком количестве, в исправном состоянии тот или иной вид оружия, так, чтобы не упал уровень боеспособности и их вооруженных сил. Далее они оценивают возможности обеспечения запчастями и другими вещами для обслуживания. Условно говоря, маслами, резинками и так далее, и так далее. Далее они оценивают возможность получить и от других стран-партнеров точно такой же вид оружия. Далее они оценивают возможность своих инструкторов научить наших военных и в какой-то промежуток времени. Ну и плюс они оценивают финансовые возможности своих бюджетов. Ну и, конечно, политические риски. Не забываем, что в их странах не все проукраинские. Есть и пророссийские настроения, которые говорят, «О, сейчас дадим оружие, это очередной уровень эскалации с Россией», и так далее, и так далее. Это правда, что кое-кто хочет торговать с Россией, продавать им шампанское, и так далее, и так далее. И вот когда весь этот пакет ставятся зеленые галочки «да, да, да, да», тогда принимается политическое решение касательно предоставления нам того или иного оружия. То же самое было с артиллерией 155-го калибра. Мы говорили об этом в марте, а получили первые пушки в мае. Мы говорили в апреле про МЛРС и Хаймерсы, а получили их в середине лета. Мы говорили про танки уже давно, а вот, по сути, предыдущий «Рамштайн» был таким переходом танковой инициативы в статус танковой коалиции. А сегодня уже никто не удивляется, сегодня мы все ждем, когда прибудут наши экипажи. То же самое сейчас происходит с самолетами. Я могу вас уверить, что консультации ведутся. Они ведутся президентом Владимиром Зеленским на его уровне. Они ведутся мною, с министрами обороны наших стран-партнеров на моем уровне, моими членами команды на техническом уровне, и военными представителями Генерального штаба, инженерами. Мы все это делаем. Вопрос в том, когда объявят об этом решении, а о нем объявят, когда будет четко ясно, какая основная платформа авиационная будет базовой. Вот как сегодня мы с вами имеем челленджеры британские, Абрамсы, американские и немецкие леопарды. Но основной платформой будут все же леопарды, потому что их есть больше. Поэтому какой будет самолет, покажет время. Наши пилоты готовы учиться летать на всем, и на американских фальконах, и на шведских гриппинах, и на тайфунах британских, и на немецких, и французских. Но важен ответ на вопрос, сколько есть свободных самолетов, которые можно нам передать? Есть ли на них запчасти, есть ли система обслуживания и оружие? Главный вопрос, каким оружием они будут оборудованы. Но самолеты будут. Ну а будут ли еще встречи в формате «Рамштайн» или оружие больше не предвидится? Я могу вас уверить, что во время заседания «Рамштайна» никакие политические вопросы, в том числе касательно переговоров, не обсуждаются. От слова совсем. Обсуждается помощь Украине оружием, запуске их военно-промышленного комплекса, чтобы они изготавливали снаряды, оружие, пополняли свои склады, чтобы улучшить наши способности. И все понимают, что нам нужно идти в контрнаступление. Все понимают, что нам нужно остановить россиян. Все понимают, что нам нужно освободить временно оккупированные территории. Поэтому я могу согласиться с господином Марком Миле в части, что Россия не достигнет своей цели в Украине на поле боя. Ведь цель России — уничтожение Украины. Цель России — восстановление Советской и Российской империи. Цель России — поглотить Украину, Беларусь, Литву, Латвию, Эстонию, Польшу и восстановление Берлинской стены. Вот цель России. Я уверен, что эта цель для них недостижима. Мы не дадим им это сделать. Ведь цивилизованный мир будет нас в этом поддерживать. Спасибо. Министр обороны Украины Алексей Резников подвел итоги встречи в формате «Рамштайн», где 50 стран-участниц обсуждают военную помощь Украине. Все, кроме самолетов. Снаряды, которые нужно доставить Украине как можно быстрее для начала контрнаступления, которые, как прогнозируют украинские силы обороны, могут начать уже этой весной. То есть буквально через несколько недель. Сейчас хоть украинская армия и смогла подавить артиллерийское превосходство России на поле боя за счет разрушенной логистики, но нехватка боеприпасов все еще очень остро ощущается. Это ни для кого не секрет. Но вот небо – это все еще самая острая проблема для Украины. Как из-за того, что российская авиация нещадно терроризирует гражданскую инфраструктуру, так и из-за того, что оказывает огневую поддержку пехоте и артиллерии на фронте. Но к самолетам я еще вернусь. А сейчас попробую ответить на вопрос, почему западные страны верят, что Украина практически готова к контрнаступлению. Если отключить эмоции и посмотреть только лишь на факты, то за один месяц, который прошел между встречами в формате «Рамштайн», Украина получила бронетехники, которой достаточно, чтобы экипировать 8 боевых бригад. Бронемашины, танки, бомбы и боеприпасы – это не мои слова. Это слова министра обороны США. Звучит солидно, но есть одно «но». Вся эта военная техника и оружие не попадут в руки украинских военных одновременно. Все будет поставляться постепенно. И это, по мнению военных аналитиков, одна из главных стратегических ошибок Запада в вопросе вооружения Украины. Причины такого подхода ясны. Если сначала страны, помогающие Киеву, не верили, что Украина выстоит больше недели, то сегодня есть опасения, что это может загнать Путина в пятый угол, ну и тот нажмет ядерную кнопку, которая все это время не устает угрожать. Но сейчас точно ни у кого нет сомнения, что Украина готова и может сражаться за свою независимость. Смотрите сами. Год назад Путин посчитал, что Украина может стать целью. Путин рассчитывал, что Киев легко сдаться. И Путин рассчитывал, что мир будет стоять в стороне. Но Кремль ошибся по всем пунктам. На протяжении прошлого года украинские военные сражались отважно за свою страну. Народ Украины продемонстрировал глубокий героизм перед лицом российской жестокости. И страны доброй воли собрались вместе защитить порядок, закон и права. Но Путин и его окружение уже обвиняют Запад в прямом участии в войне. В очередной раз приходится констатировать вовлеченность США в конфликт на Украине. Они поставляют оружие в огромных количествах, предоставляют разведданные, просто участвуют в прямую в планировании боевых операций, обучают украинских военных и представителей различных незаконных вооруженных формирований. Делают это давно, в 22-м и до этого. Именно Вашингтон фактически запретил киевскому режиму вести переговоры с Москвой, продолжая противостояние с Россией. Тогда почему не самолеты? Логика такая. Во-первых, пилоты, их нужно обучать, летать на самолетах натовского образца. И дело не только в том, что это долго. Это означает, что их нужно отправить на обучение, а значит забрать от выполнения боевых задач на довольно длительный период. Во-вторых, обслуживание западных бортов потребует поставок запчастей, оборудования, ну и снова обучения, в том числе технического персонала. Ну и еще один аргумент против их предоставления. Эти самолеты плохо летают на низких высотах, а это значит станут легкой мишенью для российских систем ПВО, которыми нашпигованы прифронтовые территории. А это и жизни летчиков, и самих самолетов. В эту логику хорошо вписывается информация, опубликуемая американскими СМИ, что администрация Байдена и не против бы прислать Ф-16, да только уже после победы Украины, чтобы поставить их на боевое дежурство и предотвратить новые попытки россиян атаковать Украину с воздуха. При этом еще в конце января авторитетное влиятельное издание «Политика» писало, что американские военные чиновники высшего ранга подталкивают власти США к тому, чтобы все же самолеты попали в руки украинских коллег. Они уверены, таким образом Киев сможет защитить свои территории от ракетных атак и иранских беспилотников Камикадзе. Для принятия положительного решения по этому вопросу администрации Байдена нужно всего лишь несколько недель. Тем не менее, как мы видим сегодня, ВОЗ и ныне там. Но и с танками «Леопард» и «Абрамс» тоже все были настроены скептически. Ситуация изменилась, как мы помним, в считанные дни. Что ж, посмотрим. Тут стоит сказать, что президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью журналистам, что его страна готова передать Украине советские МИГи, на которых украинские летчики просто смогли бы улететь домой без дополнительной подготовки. Варшава выступает также адвокатом того, чтобы снабдить украинские силы обороны и с западными истребителями F-16, которых у самой, правда, меньше полусотни. Сейчас вооруженные силы страны ожидают поставок более современных моделей F-35 и F-A-50 из Штатов и Южной Кореи. Но когда это произойдет, пока непонятно. Борьба Давида с Голиафом. Так президент Украины Владимир Зеленский описал войну России против Украины на открытии другого очень важного политического мероприятия Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась сразу же после Рамштайна и встречи министров обороны стран НАТО. Он точно проиграет уже в этом году. Мы можем сделать это все вместе, как это сделал Давид. Мы можем приложить все усилия, чтобы альтернативы нашей победе не было. Но тогда не должно быть и альтернативы нашей целеустремленности. О том, что этот год будет переломным в войне, говорит не только президент Украины. Многие обозреватели пишут о том, что западная щедрость при заставлении вооружения связана именно с тем, что во многих столицах хотят как можно более быстрого завершения войны. Начальник генерального штаба вооруженных сил США генерал Марк Милли открыто заявил, что Киеву нужно как можно быстрее отвоевать как можно больше своих территорий, а дальше все равно все закончится за столом переговоров. Ну и в итоге ни Москва, ни Киев не достигнут своих политических целей военным путем. Но прогнозы на войне дело неблагодарное. Как я уже говорил, в январе-феврале прошлого года западные страны давали Украине от силы неделю. А масштабное сражение с агрессором идет уже почти год. Это если не считать, что на самом деле Россия напала на Украину еще в 2014 году. А готовилась к этому еще многие годы перед этим. Тут интересно еще вот что. Американское издание The Hill на фоне всех этих встреч публикует статью полковника армии США в запасе Джонатана Свита и экономиста и историка Марка Тотта. В ней эксперты утверждают, что сейчас Путин стоит перед тяжелым для себя выбором. Сконцентрироваться только лишь на Донбассе, чтобы продолжать утешать своих олигархов, раздавая им украинские территории с природными ресурсами. Или все же попытаться дальше удерживать еще и Крым, чтобы доминировать в Черном море. Удерживать сразу несколько фронтов, по мнению экспертов, у Кремля просто не хватает сил и ресурсов. Этот тезис подтверждает и министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который заявил, что сейчас на территории Украины воюют 97% российских военных, которых их военное руководство так и не смогло собрать в единую силу. По словам британского министра, проигрыш России в Украине имеет прямое влияние на безопасность сразу всей Европы. Ведь боеспособность российской армии уже снижена на 40%, а почти две трети танков уничтожены или разбиты. И это не считая других потерь. При этом многие западные эксперты склоняются ко мнению, что даже побежденная в Украине Россия не перестанет быть угрозой другим ее соседям в будущем. И речь идет не только о бывших советских республиках, как Молдова или Грузия, но и о странах Балтии, а также Центральной Азии. Казахстан не менее лакомый кусочек для Москвы, чем, к примеру, Украина. В той же статье The Hill, которую я упомянул в начале этого блока, говорится и о том, что истинной причиной нападения на Украину стали завидные запасы природных ресурсов на востоке страны, которые потенциально могли бы приносить десятки миллиардов долларов ежегодного дохода. Украина ведь на четвертом месте в мире по общей оценочной стоимости природных ресурсов. Ну, мы же понимаем, что ни о какой защите русского языка, русскоязычного населения страны и национальных меньшинств на самом деле речь не идет. Авторы материала считают, что у Путина кроме политических и мафиозные цели. Однако вернемся в Мюнхен. Здесь прозвучали очень важные политические сигналы. Эммануэль Макрон и Олаф Шольц призвали союзников не затягивать с поставками оружия, в частности, танков «Леопард», и объединиться еще больше для оказания военной помощи Украине. На Западе начали понимать, насколько важно время и что сейчас ни в коем случае нельзя упустить из рук наступательную инициативу украинских войск. Смотрите сами. Все, кто могут поставить боевые танки, сейчас этим занимаются. Для этого министр обороны Писториус и министр иностранных дел Бербак и я проводим интенсивную кампанию даже здесь, в Мюнхене. Германия сделает все возможное, чтобы подобные решения было легче принимать нашим партнерам. Например, обучать украинских солдат здесь, в Германии, или поддерживать их в плане поставок и логистики. В этом году на Мюнхенскую конференцию приехали более 450 глав государств и лидеров мнений, которые непосредственно участвуют в принятии безопасностных решений на континенте и за его пределами. Один из ключевых тезисов, если в одной точке планеты идет война, то никто не может чувствовать себя в безопасности ни в одном уголке мира. Конечно, главной угрозой 21 века считается Россия, и тут важно понимать принцип, по которому работает Мюнхенская конференция. Вот уже почти 60 лет. Каждый ее участник имеет равное право голоса, никто не может назидать или игнорировать точку зрения других. Но есть ли понимание среди участников, что причина, а что следствие? Здесь нужно сказать, что впервые за всю историю мероприятия Мюнхен увешан украинскими флагами в поддержку народа страны, который противостоит намного большему по размеру агрессору. Знаково, что Зеленский использовал библейскую историю на фоне того, что в эти же дни в Киев приехал министр иностранных дел Израиля впервые с начала полномасштабного вторжения. Израиль поддерживает Украину очень сдержанно, чем Кремль умело пользуется. Но что изменил визит израильского чиновника и как это откликнулось в Германии за тысячи километров от Киева? Впервые Израиль заговорил о том, чтобы закрыть украинское небо от российских ракет. Нет, речь о предоставлении оружия пока не идет, но Иерусалим заговорил о том, чтобы передать систему оповещения об опасности с воздуха. А еще в Киеве теперь заработает израильское посольство. Ну и самое, пожалуй, главное, власти Израиля разрешили странам, членам НАТО, поставлять Украине вооружение, которое содержит израильские компоненты, а также профинансировали закупку, цитирую, стратегических материалов для Украины. О чем идет речь, держат в тайне. Более того, Израиль просит партнеров не разглашать условия сделки, чтобы не злить Москву. Что ж, очевидно, что если об этом просят, то Москва от этой сделки точно разозлится. Понимаете, к чему Зеленский приводит именно древнееврейский сюжет? Канцлер Германии Олаф Шольц призвал западные страны готовиться к долгой войне. Очевидно, что надежда без надежды на переговоры с Россией становится с каждым днем все более зыбкой. И то, что этот тезис снова прозвучал именно на Мюнхенской конференции, тоже очень важно. Полномасштабное и открытое вторжение российских войск в Украину началось в прошлом году сразу через неделю после завершения как раз Мюнхенской конференции. Именно в Мюнхене ровно 16 лет назад Путин заговорил впервые об изменении политической полярности на планете и открыто стал угрожать США. Весьма признателен за приглашение на столь представительную конференцию, собравшую политиков, военных, предпринимателей, экспертов из более чем 40 стран мира. Формат конференции дает мне возможность избежать излишнего политеса и необходимости говорить округлыми, приятными, но пустыми дипломатическими штампами. Говорить приятными, но пустыми дипломатическими штампами Путин с тех пор действительно перестал. Его штампы с каждым годом наполнялись все большей злобой и ненавистью к остальному миру. А российская пропаганда готовила население к тому, что внешняя политика России будет агрессивной и манипулятивной. Тогда, в 2007-м, Путин говорил о необходимости сбавить обороты и воздержаться от применения оружия на территории других стран. Из Грузии наши войска выводятся, причем даже в ускоренном порядке. Эти проблемы мы с нашими грузинскими коллегами решили, и это всем известно. В Молдавии остается группировка в полторы тысячи военнослужащих, которые выполняют миротворческие функции и охраняют склады с боеприпасами, оставшиеся со времен СССР. Но уже в следующем году российские войска вторгаются в Грузию. Все, что критикует российский президент на словах, он применяет на деле. Вот еще одна часть его выступления на той конференции. Смотрите сами. В энергетической сфере Россия ориентируется на создание единых для всех рыночных принципов и прозрачных условий. Очевидно, что цена на энергоносители должна определяться рынком, а не являться предметом политических спекуляций, экономического давления или шантажа. Однако в последующие годы Россия шаг за шагом превращала нефть и газ в оружие. Не только против своих непосредственных соседей, но и тех, кого в Кремле называли партнерами. Только сейчас Европе практически удалось, если не полностью, то в значительной мере спрыгнуть с российской энергетической иглы. По факту, 16 лет назад в Мюнхене Путин начал новую холодную войну, которую сам же перевел в войну настоящую уже в 2014. Кстати, в том же 2014 его выступление на Валдайской конференции в России практически полностью дублировало мюнхенскую речь 2007-го. Это, как по мне, тоже знаково. В этом же году на мюнхенской конференции одну из ключевых ролей играет Великобритания. Эта страна задает тон в Европе касательно военной помощи Украине. Глава британского правительства Риша Сунак призвал западные страны удвоить военную помощь Киеву. И это на фоне того, что другой сильный игрок в Европе Франция тоже выступает с несвойственными ей ранее громкими заявлениями. Я вам напомню, что Эммануэль Макрон выступил за реформу международных институтов, в том числе и Совета безопасности ООН, где у России есть право вето, которое она использует для реализации своих военных целей. То, что Россия несет опасность не только для Украины, она сама уверенно подтверждает много раз. Тут, конечно, можно вспомнить и многочисленные угрозы в адрес Великобритании, и Польши, и стран Балтии. Но это слова. А вот этому доказательства на деле. Смотрите сами. Субтитры Мюнхенская конференция это не саммит, где подписывают какие-то соглашения. Здесь разрабатывают концепцию, которую потом будут реализовывать. Сверяют часы, если хотите. Ведь очень важно в противостоянии и общей угрозе мыслить в едином фарватере. Поэтому основной вопрос, который ставили перед собой участники Мюнхена, не что делать с Россией сегодня, как во время встречи, например, в Рамштайне, а как предотвратить агрессию завтра и в будущем целом. Если у мира понимание, как это сделать, пока не ясно, но вовремя заданный вопрос заставляет активно искать на него ответ. И Мюнхенская конференция в этом поиске важный шаг. Франция, Канада и США рекомендуют своим гражданам покинуть Беларусь. А если вдруг кто собирается туда только поехать, то воздержаться от этого путешествия в неизвестность. Все из-за того, что страна принимает хоть и не прямое, но активное участие в войне против Украины. Но пока три крупных западных государства призывают своих граждан отказаться от визита в Беларусь, туда с официальным визитом едет министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярта. В Минске Сиярта намеревается договориться с Лукашенко о мирных переговорах между Россией и Украиной. Венгрия давно известна своей пророссийской оппозиции. Ее не раз критиковали партнеры по ЕС. А недавно в Будапеште даже разразился дипломатический скандал с американским послом, который заявил в интервью, что, мол, власти страны поют под дудку Путина. То есть визит вроде бы логичный. Но почему Минск? Есть ли у Венгрии репрезентативное право вести такие переговоры? И как на это отреагирует Евросоюз? Означает ли это раскол внутри самого большого политика экономического блока в мире? Давайте разбираться. Начну с того, что Евросоюз на поездку Сиярта никак не отреагировал, и новость о его визите в Минск умерла скучной смертью в информационном потоке. Более того, Брюссель и не должен на это никак реагировать. Венгрия – независимая страна, и ее правительство имеет полное суверенное право вести переговоры с тем, с кем считает нужным. Даже если это очень не нравится ее союзникам. А это им и не нравится. С точки зрения здравосмысла этот визит тоже особого значения не имеет. Переговоры от имени Украины может вести только Украина, о чем Киев неоднократно заявлял. На этом праве Украины настаивают все, без исключения мировые лидеры. Ну, пожалуй, кроме Путина и Лукашенко. Однако это совсем другая история. Что же касается раскола в ЕС, то здесь тоже вряд ли. Конечно, Будапешт не дает вести в Украину оружие через свою территорию. Брыкается против экономических санкций и в других вопросах тоже пытается ставить палки в колеса. Ведь все решения в ЕС принимаются только единогласно. Ну, а может ли ЕС как-то повлиять на Венгрию? Скажу сразу, что процедуры исключения из Евросоюза не существует. Это решение может принять только само государство. Как, например, это сделала Великобритания. Будапешт очень любит быть членом Европейского Союза. Ведь это и огромный рынок для их товаров, и значительная экономическая помощь и поддержка. Поэтому о добровольном выходе там и думать, понятное дело, не хотят. Но при этом Венгрия любит российские энергоресурсы. Ну, и очень любит подобную модель управления страной. Конечно, сравнивать Орбана и Путина не совсем правильно, но Орбан тоже далек от принципов демократии. Так что же ЕС может сделать? Есть финансовые инструменты. Проще говоря, Брюссель просто может перестать давать стране деньги. Ну, или давать их значительно меньше, чем та просит. Но есть еще и политические инструменты. Статья 7 договора о Европейском Союзе. Об этом мало кто знает, сейчас расскажу. Если один из членов ЕС нарушает этику Союза, попирает ценности, которые прописаны в уставных документах, то права такого члена ЕС по решению Европейского Совета могут ограничить. И прецедент применения 7 статьи в Европейском Союзе уже есть. Применение такой санкции в отношении Венгрии может лишить ее права голоса в Еврокомиссии, а значит и возможности блокировать решения в отношении России и помощи Украине. Как же это работает? Члены Еврокомиссии, ну, кроме того, кого подозревают в нарушении правил этики, единогласно должны признать факт такого нарушения. Ну, а собственно, для применения самой санкции будет достаточно и голосования абсолютного большинства. И в Будапеште об этом хорошо знают. Тут нужно понимать еще вот что. Для того, чтобы применить седьмую статью, кто-то из членов ЕС должен инициировать такую процедуру. Наиболее вероятно, это могут сделать поляки. Хоть до 24 февраля прошлого года Варшава и Будапешт были надежными союзниками в вопросах, например, запрета однополых браков, абортов и других вопросов. Право и справедливость это правящая партия Польши, которая исповедует религиозно-консервативные взгляды. Именно на этой почве польские политики и нашли общий язык с венгерскими. Но уже осенью этого года, по мнению политологов, в Польше ситуация может кардинально измениться. Все шансы победить на этих выборах есть у оппозиционной сегодня силы гражданской платформы, лидер которой всем известный Дональд Туск. И тогда она вполне может инициировать применение седьмой статьи по отношению к Венгрии в Европейской комиссии. Седьмая статья это хоть и крайняя мера, но сильный сдерживающий фактор. Он очень мешает правительству Орбана творить политический беспредел в Европе. И как мы видим, ЕС поддерживает в итоге Украину и политически, и в военном, и в финансовом плане. А еще очень красноречивая ситуация с последними высказываниями бывшего итальянского премьера Сильвио Берлоскони. Тот, напомню, публично повторил ключевые тезисы российской пропаганды в отношении Украины. Был бы я премьером, я бы никогда не пошел на разговор с Зеленским, потому что, как вы знаете, мы были свидетелем того, как разрушается его страна, как его солдаты убивают гражданское население. Ему достаточно было бы прекратить атаки на две автономные республики Донбасса, и этого бы никогда не произошло. Так что я оцениваю поведение этого джентльмена очень, очень, очень отрицательно. Мелония в ответ не смолчала. Правительство сделало ряд резких заявлений, при этом еще раз выразив полную и безоговорочную поддержку Украине. Ну а украинские дипломаты ответили, что такие заявления Берлоскони свидетельствуют о том, что он пытается цитируя целовать кровавые руки Путина, так же, как это делал с Каддафи. Просто скажу, что Берлоскони, неоднократно засветившийся в гормонке коррупционных скандалах, уже много лет не просто дружит с Путиным, ну а, например, даже ездил в оккупированный Россией Крым, за что неоднократно попадал под шквал критики. Что еще важно? Партия Сильвия Берлоскони Форца является членом общеевропейской политической силы Европейской Народной Партии. Ее участники должны были в июне поехать на партийные мероприятия в Неаполь, но из-за высказываний бывшего итальянского премьера свой визит в Миниле. Так что пока говорить о расколе в ЕС не приходится уж точно, несмотря на высказывания одиозных личностей типа Берлоскони или Орбана. Кстати, член правительства Орбана Петер Сиярта свою поездку в Минск описал тоже очень осторожными выражениями. Больше все это было похоже на прощупывание почвы, чем на, собственно, политический диалог. Ну и, чтобы закончить этот блок иллюстративно, приведу цитату постоянного представителя России в ООН на одном из последних заседаний Совета Безопасности. Коллеги, я сейчас обращаюсь именно к западным членам Совета Безопасности. Жить, как прежде, уже, понятно, у нас не получится. Вы уже проявили достаточно глубоко прятавшуюся у вас русофобию, чтобы мы поняли, что именно она и стремление уничтожить нашу страну, причем, по возможности, чужими руками. Это все, что вами на самом деле движет. Свидетельствует ли такое выступление рупора Кремля в ООН, а хоть каком-то расколе в рядах антипутинской коалиции, вы уж смотрите сами. Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко не покидает надежду говорить Киев сдаться России. На прошлой неделе диктатор провел трехчасовую пресс-конференцию для иностранной прессы в Минске, где много об этом говорил. Ядерные высказывания Лукашенко явно вызвали недоумение у журналистов самых крупных изданий мира. Многие говорят вот мы добьемся Россия проиграет войне потерпит поражение она не добьется победы. Знаете, я как погруженный в этот человек на это отвечаю просто. Ну, чудеса могут случиться, что Россия не победит но Россия никогда не проиграет войну. Никогда. И американцы первыми сказали в жизни не было и не будет чтобы ядерная держава притом в ядерном отношении сильнейшая в мире проиграла эту войну. Вы знаете, если уже абсолютно откровенно моя точка зрения всегда есть с кем говорить о мире. Всегда есть с кем говорить о мире. Тезис, с которым, пожалуй, не поспоришь. Да вот только не стоит забывать, что о мире можно говорить с теми, кто настроен на мир, а не теми, кто регулярно бомбит мирные города под лозунгами мифической борьбы с фашизмом. Но Лукашенко явно живет в параллельной реальности. В его сознании подпитанным кремлевскими деньгами крепко засели тезисы, которые не устает повторять его ближайший соратник Путин. Россия это наш союзник. Юридически, морально, политически, как угодно. Мы два народа, выросшие от одного корня. Мы, русские и белорусы, абсолютно похожие друг на друга люди. Нас не отличить. Мы юридически в военном отношении связаны с Россией договором. Вы этого не знаете? У нас совместная группировка, которая должна действовать. Совместная группировка, которая должна действовать. И она действует. Во-первых, из-за так называемых совместных учений на украинской границе силы обороны страны не могут сосредоточить свои усилия на Донбассе. Ну и никто ж не забыл, что с территории Белоруссии российская авиация терроризирует украинские города. Когда в 2014 стартовал Минский переговорный процесс, Лукашенко воспользовался этим, чтобы отвести от себя гнев западных стран и увильнуть от экономических санкций. Сейчас Беларусь под таким же санкционным давлением, как и ее союзница Россия. Поэтому Лукашенко естественно выгодно реанимировать умершие еще в Дебальце мирные переговоры. И Путину угодить, и себе немного благосклонности выбить. Все его тезисы вполне укладываются в эту логику, хоть он и гневно кричит, что Запад срывает мирные переговоры. Кстати, сразу же после этой пресс-конференции белорусский диктатор тут же отправился в Москву на встречу со своим кремлевским союзником. Правда, союзник слово-то такое сильное, предполагающее равноправие. А есть ли оно между Путиным и Лукашенко? Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что согласились приехать. действительно, мы все занятые люди. Дел хватает и дома. Обозреватели сбились со счета. Сколько же раз Лукашенко встречался с Путиным за последнее время. Даже бежавший 9 лет назад из Украины Янукович настолько часто не видит российского президента вживую. Может, и Лукашенко готовится в случае чего. На этот счет прогнозов и предположений делать не буду. Поживем увидим. Но зачем диктаторы встретились в этот раз в резиденции Путина в Новоогорево? Лукашенко говорит намеками об импортозамещении военной электроники. Все, о чем мы договаривались с вами в свое время, совсем недавно, месяца три назад, по обороне и безопасности белорусская страна 100% выполнила по прошлому году. 100%. И даже больше сделали, я потом вам расскажу в этом плане, что делается по микроэлектронике. То, что мы переживали с вами, что действительно мы где-то очень завязаны были на импорт. Вот через неделю у меня как раз совещание в том ключе, о чем мы говорили в Сочи с вами. Мы микроэлектронную промышленность, то, что было в Союзе, как вы сказали, сохранили. С россиянами договорились, с теми компаниями, которые также от Союза остались. И сегодня специалисты говорят, не переживайте, передайте Владимиру Владимировичу, мы выполним все необходимое. Очевидно, все необходимое, чтобы и дальше продолжались ракетные обстрелы Украины. А ведь помните, считанные часы до этого Лукашенко говорил о мирных переговорах. Да, на ковер к Путину приехал не только Лукашенко. Дело все в том, что кремлевский диктатор 21 февраля собирается обратиться к федеральному собранию. Ведь перед Новым годом он это действие отменил. Так вот, глава непризнанной Абхазии Аслан Бжания и такой же непризнанной Южной Осетии Алан Гоглоев тоже в Москве. Поговаривают, что 21-го Путин может объявить о присоединении и этих псевдогосударств к России. Все по сценарию, который мы прошлой осенью наблюдали в Украине. Ну а может и Беларусь окончательно потеряет суверенитет? Ну, вернее, не потеряет, а Лукашенко его собственноручно сдаст. В прошлом году в Беларуси были приняты поправки в Конституцию. В новой редакции исчезло, например, положение о безъядерном статусе государства. Это может указывать на то, что процесс объединения с Россией уже запущен. На той же пресс-конференции в Минске Лукашенко не уставал говорить о ядерном оружии. Но имейте в виду, что там война идет обычным оружием и то еще не всем обычным оружием. Вы боитесь ядерного, так у России до ядерного оружия хватает. А если еще ядерное оружие, если вы будете эскалацию продолжать, вы получите ядерное оружие. Скептически на это смотрят эксперты Американского института изучения войны. По их мнению, 21 февраля российский диктатор вряд ли будет объявлять меры о дальнейшей эскалации войны в Украине, крупные новые российские мобилизационные инициативы или любую другую важную политическую составляющую. Обращение к федеральному собранию переносилось несколько раз. В российских СМИ то и дело проскакивала информация о том, что речь Путина многократно переписывается и что работа над ней кипит все это время. При этом все обозреватели сходятся во мнении, что дата выбрана не просто так. 21 февраля де-факто началась война России против Украины в 2014 году, когда Янукович сбежал из страны. Именно 21 февраля уже прошлого года Путин подписал указ о признании так называемых ДНР и ЛНР, чем по сути начал войну против Украины уже в открытую. Ну и именно 21 февраля исполнится ровно 410 лет с того момента, как в 1613 году Земский собор единогласно избрал Михаила Романова царем, что и положило начало династии Романовых, при которых Россия в общем-то стала империей. А именно империю Путин и пытается сейчас возродить. Ну а сейчас я хотел бы, чтобы вы взглянули на это видео. Видео снято с согласия всех присутствующих. Там еще люди сидят. Ну я не знаю. У нас всех наркотиков снято. Ну в общем мы вот все сидим на полу с детьми совсем-совсем. Ждем дельных советов. Да, спасибо за советы. Поднимаем шумиху. Эти кадры из аэропорта Буэнос-Айреса. Прямо на полу беременные российские женщины ожидают, пока их пропустят на территорию страны. Что это? Почему их там держат? И почему не пропускают? Дело все в том, что власти Аргентины заподозрили, что приехали эти люди в страну совсем не отдыхать. Пояснение дала директор иммиграционной службы Аргентины Флоренция Керняно в эфире телеканала Си-5-Н. Мол, все эти женщины на последних неделях беременности и приехали, чтобы их дети родились именно в Аргентине. Законодательство страны гласит, что все рожденные на территории Аргентины получают ее гражданство. Ну а вслед за детьми разрешение на проживание в стране получают и их родители. Власти Аргентины сообщают, что за год полномасштабной войны против Украины в их страну приехали более 10 тысяч россиянок, чтобы там родить ребенка. История проста и банальна. В Европе гражданам России сейчас не рады, а вот аргентинский паспорт как раз открывает двери в безвизовый мир Евросоюза. Тогда и за любимыми товарами из России можно будет съездить, и в ЕС просто так мотнуться отдохнуть. Аргентинские документы это такой ключ в Европу. И миграционный адвокат одной из таких россиянок утверждает, что его клиентка сбежала в Аргентину, спасаясь от войны. Ну и теперь миграционная служба Аргентины начала отзывать виды на жительство россиян, которые получили его после рождения ребенка в стране, но потом решили уехать. Чиновники объясняют, что когда в суде будут рассматривать вопрос о предоставлении аргентинского гражданства россиянина, миграционная служба подаст данные о приостановке вида на жительство в связи с тем, что данный человек, цитирую, провел месяц в Аргентине и больше туда никогда не приезжал. Аргентине, которая лояльно относится к России, явно не нравится роль перевалочного хаба в Европу. Ну а тем временем ЕС готовит новый пакет санкций против Москвы, который явно не улучшит ситуацию и с поездками в том числе. Под запреп попадут еще и целая плеяда российских предприятий. На этом фоне мое внимание привлекла невзрачная на первый взгляд новость, которая проскочила в российских СМИ. Завод «Москвич» поставит 3000 новых машин для такси и каршеринга в своей стране. Об этом уже договорились с Яндексом. И это будут новенькие «Москвичи-3». Их начнут использовать уже в ближайшее время, говорится в этом сообщении. Что же тут такого интересного? Ну, во-первых, только одной Москве нужно минимум в 10 раз больше машин в год, чтобы все могли пользоваться привычными для мегаполисов услугами. Ну, а во-вторых, давайте внимательно присмотримся к автомобилю «Москвич-3». Вот его фото. Дело все в том, что на самом деле это никакой не «Москвич», а дитя китайского автопрома малый внедорожник «Сехол-Х4», который выпускает компания «Джак Моторс». И все, что может сейчас российский завод «Москвич», так это заново собрать завезенный по частям китайский автомобиль. Стоит ли напоминать, что после введения секторальных санкций против России сейчас автомобильная промышленность в стране терпит колоссальный кризис. Производство упало на более чем 80%, а даже те машины, которые там и могут произвести, неукомплектованы даже подушками безопасности и системами АБС. Поэтому, конечно же, «Москвич-3» это прорыв на российском авторынке. Сейчас, например, западные автомобили попадают в Российскую Федерацию только частным образом, в основном из Центральной Азии. Стоит ли говорить о том, как это влияет на цену машин, ну и как их потом обслуживать. Но власти продолжают петь старую песню о главном, то есть об импортозамещении и говорить, что санкции они не боятся. Их слова даже отчасти находят подтверждение в оценках независимых финансовых экспертов. Но насколько в России реально все плохо или хорошо с экономикой? Давайте разбираться. Тут нам поможет недавний аналитический материал, подготовленный журналистами BBC. 40 стран мира ввели санкции против Российской Федерации. США, ЕС, Швейцария, Южная Корея, даже Япония, многие другие. Заморожены валютные резервы России, арестованы яхты и элитная недвижимость российских олигархов. Бизнес отрезан от международных финансовых систем. Но почему же деньги на войну все еще есть? Ответ банальный и простой. Состоит он из двух частей. Во-первых, Россия, очевидно, готовилась к войне, а значит и готовила собственную экономику к тому, что ее будут бомбардировать санкциями. Ну а во-вторых, но их ввели не все одновременно, а это дало российскому правительству время для маневра и реагирования. Россия богатая страна с бедным населением. У нее есть экономический запас прочности. Путин бравирует тем, что попытки Запада наказать его за агрессию провалились. Но, честно говоря, он мягко говоря лукавит. Статистика часто зависит от того, кто и как считает. Если сравнивать с мрачными прогнозами западных правительств, то действительно, они не оправдались. Но если сделать простое сравнение по принципу «было-стало», то что же мы увидим? А увидим мы, что Россия уже испытывает бюджетный дефицит. А еще она уже недосчиталась от 6 до 7 процентов роста благосостояния. И это только по показателю ВВП, в котором учитывается и рекордный экспорт, и расходы на войну. Они выросли существенно. А вот импорт и потребление в целом как раз снизились. Важно еще что понимать, что простые россияне, которые каждый день ходят на работу, ну а с работы в магазин, нефтью не торгуют и не получают прибыли от украденных в Украине земель и предприятий. И, собственно, их благосостояние тихой сапой съедает инфляция. А еще, даже если война прекратится прямо в сию секунду, пока я об этом говорю, санкции все равно долгое время не снимут. Ведь ответственность за кровопролитную войну никто не отменял. Ну и по оценкам экспертов, уже к концу этого года российские граждане хорошо ощутят, насколько сильно похудели их кошельки. А еще Россия уже стала страной-изгоем на воровой арене. Путин пытается всех убедить, что западный рынок ему спокойно заменит восточный. Например, вместо ЕС можно торговать с огромным по размеру Китаем. Но только это утверждение манипулятивно. Ведь Запад это 60% мировой экономики, а Китай это меньше 20%. А если говорить о доле самой России в этом экономическом пироге, то она всего лишь 2%. И что из этого следует? Все просто. Москва потеряла полмира в качестве рынка для своих товаров. Китай от этого только выигрыши. А вот Россия нет. Экономика Поднебесная в 10 раз больше российской. А зависимость от российских энергоресурсов намного ниже довоенной европейской. Отрезанная от Запада Россия превратилась из младшего торгового партнера в Китая его вассала. Ну и наконец, чтобы не было никаких иллюзий, благополучие Китая, Индии и других развивающихся стран зависит от доступа к западным рынкам, технологиям, ну и собственно деньгам. Ссориться с Западом ради России они не готовы. И одна угроза вторичных санкций со стороны США или Евросоюза заставляет их осторожничать в любых контактах с Кремлем. Это мы видим и по риторике китайского лидера Си Цзиньпина и индийского премьера Нарьян Драмоди. Это при том, что чем дольше идет война, тем дальше восточные страны пытаются отойти от токсичной России. А войну Путин прекращать в обозримом будущем не собирается. Так что смотрите сами. Ну а глобальное наступление, которое все предрекали на конец зимы и начало весны по оценкам экспертов уже началось. Только вот российским войскам приходится идти на массовые жертвы за каждый метр земли на Донбассе. На прошлой неделе военное руководство Украины заявило о начале контрнаступательных действий в районе Бахмута Донецкой области, где сейчас идут самые жестокие бои. Над Бахмутом украинские военные сбили самолет Су-24, с борта которого владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин угрожал украинскому президенту расправой. Об этом сообщил подконтрольный Пригожину телеграм-канал. На окрестностях города Угледар сейчас происходит даже более массированное наступление российской техники, чем мы видели с вами весной прошлого года под Киевом. Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что только оркестранты Пригожина потеряли в боях более 30 тысяч человек убитыми и ранеными. И это при том, что Пригожин пытается всех убедить в том, что прекратил вербовать российских заключенных для войны в Украине. Но однако по мнению военных экспертов он и дальше будет использовать неподготовленных к войне уголовников в качестве пушечного мяса. Журналисты Би-Би-Си пришли к выводу, проанализировав информацию из открытых источников, что только за две недели февраля Россия потеряла в пять раз больше людей, чем раньше. В материале говорится, что подтвержденные потери начали существенно расти еще с середины декабря. В течение всего 2022 года российские источники ежедневно обычно сообщали примерно о 250-300 погибших. В январе эти цифры удвоились. Украинский генштаб сообщает, что общее количество потерь российской армии погибшими за прошедший год уже превысило 140 тысяч человек. Ну а по словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, пока самое большое достижение России это серия пробных атак в той линии фронта с участием мобилизированных, которые привели к очень большим потерям. И в этом контексте я бы хотел вам показать вот это видео. Никаких занятий с нами не проводилось, с нами, именно с артиллеристами. 05-01-2023-го наш полк был отправлен, направлен в зону СВО. По прибытию на место, как только нас завезли на территорию ДНР, весь личный состав разбили, развезли по разным местам, разными группами. Именно наша группа в составе 107 человек попала в город *** какой, после чего связь с нашим командованием прервалась. единственный офицер, оставшийся с нами, начальник артиллерии, подполковник, говорит, что я не ваш командир, я начальник артиллерии. Эта война уже явно носит изнуряющий характер, в который победит тот, чье терпение и сила воли сильнее. Что ж, очевидно, что пока ни Украина, ни ее западные партнеры уступать не собираются. А вот как сдержать российскую агрессию в будущем, вопрос пока без ответа. Ну а на этом у меня все. А вы не забывайте подписываться на этот YouTube-канал, ставьте лайки, жмите колокольчик и главное комментируйте. Мне и всей нашей команде важно знать, что вам было интересно. Это правда мотивирует работать для вас и дальше, разбираться в сложном и докапываться до истины. Ну а также вы можете поддержать наш проект донатами на Патреоне, ссылка в описании. С вами был Владимир Унец, увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова